партеч 15 год двухлитровый мотор g4 и на уже рестайлинг владелец обратился со стуками пробег 170 будем делать эндоскопию камерой и посмотрим есть задиры на стенках блока или нет даже в первом есть хотя 1 очень редко и четвертый который самый как говорится проблемный у нас вот например справа как должен быть хон а слева как вот задиры именно поцарапаны так что вот они его и стуки решение проблемы только капиталка загильзовать блок и звуки все убить ну что смотрите разобрали мы это спорте на 170 тысяч в принципе такого прям критичного нету самое главное коленвал дорогостоящая он нас целый у нас вообще не поцарапаны ничего даже полировать его не надо вторая вещь масляный насос тоже не из дешевых алюминий и вот ответная часть та которая именно качает тоже критичного нету видно что он прошел свои 170 тысяч но таких задиров прям вообще нет он качать будет менять не обязательно это все вну помоем соберем обратно вот наш стук 4 3 2 чуть-чуть ну как камера нам показала и 1 все то же самое что мы видели эндоскопии вот он подтвердилась а есть чуть-чуть потертости на вкладышах вот-вот видно видите прямо очень это кусочек алюминия поршней попадали под вкладыши вкладыши мы заменим ну естественно подберем по цвету по буквам будет оригинальный вкладыш состоять загильзуем блок вот четвертый как мы и показывали вот и не прям пальцем он прям сильно чувствуется 3 пальцем чувствуется 2 меньше ну то что видно что-то и 1 вообще еле-еле берется вот они стук цепь на 170 тысяч цепь в принципе не растянута можно ставить на натяжитель мы поменяем распредвалы целые постели распредвалов целая ремень махнем его сразу потому что он без микротрещин но он подсох тоже чтобы владелец не платил потом за замену ремня мы его тоже поменяем и по по шипнику кондиционера чуть пошумливает владельцем согласуем и желательно махнуть чтобы не было посторонних звуков ну вот к нам пришел блок от двигателя g4 она соответственно опять задиры все по стандартному ничего не поменялось чем мы сейчас будем подготавливать его на установку и будем растачивать вот сняли все заусенцы чтобы он у нас уже точно ровно но обязательно мы еще бы это проверять сейчас переоборудую наш инструмент который уже все видели не раз выставим сейчас плоскость поэтому инструмент круто выставили блок выставлять центр на первом цилиндре на весь блок уходит четыре часа где-то четыре четыре с половиной в каждом цилиндре по-другому пяти раз заходишь сейчас мы точим на черновую оставляем совсем чуть-чуть на чистовую уже будем делать специальный натяг под каждую гильзу уже промерили все гильзы знаем и точный размер и будем определенный натяг именно под каждую гильзу подводить мы проточили на чистовую каждый цилиндр промерили каждую гильзу они все получились разные запрессовали гильзы подрезали теперь начинаем точить под поршень вначале грубую а потом под чистовую у нас еще тут 50 сот до нужного размера мы сейчас оставим где-то 20 и эти 20 уже будем убирать как на чистовую гильза бывает изнутри неровная но сейчас данный момент у у нас все четко ровно так вот мы замерили все поршня у нас есть 0 это самый маленький потом тут плюс 0 5 это пол сотки это уже в тысячных если мерить и тут по одной сотой миллиметре в плюсе от нуля от круглой цифры это у нас 81 плюс 1 сотка будем под каждый поршень точить цилиндр проточили мы под поршень на чистовую сейчас мы будем хайнинговать цилиндры и тем самым выставлять тепловой зазор что начнем это у нас черновой хон вот его видно видите он такой злой если оставить вот этот злой хон об которого стираются ногти так же об этот хон сотрется ваши кольца этот зазор автоматически увеличится и оттуда начнется у вас масло жары чтобы у нас такого не было у нас есть обкаточный хон сейчас мы пройдемся им и это уже можно считать что машина прошла обкатку ну и соответственно уже после этой хон головки у вас уже не будут стираться ни кольца ни поршня и зазор не будет увеличиваться он уже останется такой какой он есть двухлитровый двигатель g4 на готов загильзовым выдел под стандарт отправляем этот блок обратно на сборку к мотористам от капитале ли мы g4 на вы разницу сейчас услышите до и после участие теперь он работает как и должен у него поршня не стучат бошку перебрали вкладыши поменяли масса новая залили в антифриз фреон все это естественно новое так что теперь будет человек ездить и не ломаться слушайте результат всем пока это бесполезно это бесполезно делаем преиспоминик да есть к это вот есть у все у